Я, конечно, дико извиняюсь, но я подрубил Так, турнир начинается через 9 минут Я не подрубал до этого, потому что, по сути, нечего больше стримить Ну, вернее, я не хотел ничего стримить, да и времени не было Только недавно из души вышел Сыграл одну катку в авточез, но я в это время anyway обедал Поэтому, ну, не хотел снова стримить, как я кушаю Так что, слишком светло? Это нехорошо А, блядь, еще светлее Так лучше Всем Q, ОПФК Ты знаешь, производную Контагенса, не знаю Да, Сан Демилен Го какой-нибудь видосик пока 9 минут? Нет, буду просто АФК сидеть 9 минут Просто вот, АФК, просто ждем Просто комната ожидания Удачи на кто хочет стать миллионером Кек Ну, тут, кстати, только за первое место миллион, если не ошибаюсь. Го, почекаем. Да, миллион только за первое место. Людей уже... Где написано? 25 тысяч. И только за первое место миллион. 25 тысяч, 32 ебальника, 40 ебальников. Это еще плюс ребай будет, я так понимаю. Плюс ребай, плюс чаще челы успеют. Плюс лейт регистрация. Вот, написано. Up to 3 re-entries. То есть это 3 рыбая, грубо говоря. Ну, вернее, не 3 рыбая, а 2 рыбая есть. То есть 3... Или это 3 рыбая, подождите. Получается 3 рыбая. То есть 3 re-entries. Это не в сумме. Здорово. Короче, людей будет в сумме, я не знаю, ну минимум 1050, скорее всего. Лейт регистрация 5 часов доступна. То есть 5 часов будет на рыбая и прочую хуйню. За чеков проверяю. Сегодня я все зачекаю. Очевидно. Сегодня отвечу на каждую подписку. Я знаю, что вы хотели, чтобы я вчера закончил ходячих. Ну, чтобы не забывать контент. Но я не мог. Я вчера был у стоматолога. Я вчера был записан к стоматологу на 4 часа. То есть я обычно стреляю там в 5 вечера или в 6 вечера. Но я был записан на 4 часа. И мне долго охуярили там. Ну, делали пламбу. И, очевидно, потом не до настроения. Во-первых, после стоматолога, ну, часть лица, анимевшая, я в любом случае не смог бы разговаривать. То есть как бы я стримил. И бучка, анимевшая. Часто я не видел в последнее время то, что предел спамит. Там скорее другие челы спамят. Вот этот вот Мяу Мошен я видел спамят какую-то хуйню. И ВГС-322 спамят. Вот эти вот два реально спамили. А от предела я ничего такого не видел. А, ну, кстати, я могу и вылететь по фасту. Тогда конец, всё. Короче, план такой. Если я не вылечу до полдесятого. Сейчас 8, допустим. Ну, 8 он начнётся. 8 вечера начинается. Если я не вылечу за полтора часа. То, собственно, всё. Уже до конца стрима покер. Потом вылечу, вырубаю. Если я вылечу за менее чем полтора часа. То могу постримить последний эпизод Walking Dead. Вот так. Если, допустим, вылечу в 11 вечера. Я могу оффнуть и завтра включить Walking Dead. Если я вылечу там уже в час ночи или позже. То завтра стрима не будет. Вот. Такой пока что план. Так, 5 минут. Минус 215. Играю на свои сабжи. Никто мне их не задонатил. К сожалению. К сожалению. Так что-то, если что, будет минус мои 215. 215. Кровничий. Когда Хардстоун? Никогда. Я уже говорю много раз, что я не играю в Хардстоун. Не-не, только не боты в покере. Только не это. No way. Дождался чего? Бот Шарта? Как ты умудряешься оставаться таким ЧСВ, когда ты так тупишь в играх? Я туплю на стриме, тебе это не приходило в голову. Почему это никому не приходило в голову? То есть, реально большинство людей об этом не задумывается. Ты постримишь, постоянно разговариваешь. Плюс донаты еще. То есть, допустим, какой-нибудь родной донат может тебя сбить в совершенно смысле. Ты начнешь отвечать, и ты забудешь, о чем ты думал в игре. К примеру, тебе надо было в игре что-либо сделать, или что-либо нажать, или что-либо найти. Пришел донат, ты там ответил буквально даже секунд 20. А потом ты вообще забыл, что тебе надо было там что-то нажать или сделать. И ты начинаешь заново думать, что мне надо сделать. И зрители это видят, как будто стример тупит. Хотя стример просто, ну, отвлекся на донат, а потом вообще забыл, что он хотел сделать. Много примеров. Тупишь в играх, это, конечно, не объективно. Говорить, ну, стримеру, что он тупит в играх. Не нравится Макэва. Макэва это, короче, тот чел, который был в сплите, да? В сплите и в глаз. Мне он не нравится, я с ним не смотрю фильмы. Поэтому, нет, не могу. Позволь жечь. Пятнадцать. Про ник хуёвый. Рофлы. Ну что ещё? Ну что ещё? А я обедал, поэтому не запустил. Я обедал. А не вы, вы ничего не потеряли, я бы ныл. Я пока обедал, занял лёгкое, очень лёгкое восьмое место. Вы ничего не пропустили? Вы просто вообще ни капельки контента не пропустили. Я бы ныл 24 на 7. 24 на 7. Просто ёбаная игра, вот в авточас, стратегии рабочих штук 5, допустим. Или 6. А игроков 8. Если 8 игроков, да, в авточас. К примеру, все 6 стратегий, которыми можно хотя бы в топ-4 ворваться, уже заняли. И в итоге, чё делать? Такое часто бывает. Непонятно. Будет ли когда-нибудь артефакт? Блин, артефакт для меня мёртвый, как и для многих. Кому он нахер нужен? Пятное буду стараться за 36, хуясь. Ловлю на слове. I'm first fill. I'm first fill. Не очень ник. Или я чё-то не понимаю. Или я чё-то не понимаю. Так, ну сразу предупреждаю тех, кто не смотрел покерные стримы мои. Вообще, один стол так вот стримить, это может быть супер уныло, на самом деле. Это может быть довольно-таки унылый контент. Поэтому я покер, ну, почти никогда не стримлю. Хотя меня просят. Я, ну, стримлю и играю, собственно, только какие-то прям большие турниры. Прямо что-то нечто исключительное. Какие-то там, когда серии начинаются, порой могу сыграть какой-нибудь турнир, нокаут. Я обычно играю нокаут. Это вот, наверное, единственный турнир, который я готов сыграть, не нокаут. Вот Sunday Million Anniversary, который проходит, ну, собственно, каждый год. То есть они обычно там призовой 1 миллион, да? И раз в год 10 миллионов призовой. Типа там, ну, по идее, супер выгодно сыграть за 215 долларов турнир, где призовой 10 миллионов. По идее, это супер выгодно. Последний Sunday Million, я так понимаю, собственно, это год назад было, правильно? Ну, это anniversary. Последний Sunday Million, который я играл, вот этот вот 10 миллионов призовой. Я занял там какое-то пиздатое место, и мне профитнулось, не знаю. Ну, я получил 1000 плюс долларов. В ход 215 я получил 1000 плюс. То есть тогда я профитнулся. Но в целом шанс, конечно, на успех, не знаю, на процентов 10-15 там в призы попасть. Не больше, очевидно. Максимум, максимум. Плюс, конечно, нужно учитывать, что я вообще не играю в покер в последнее время. Смотрел первый сезон, и потом мне что-то вообще перестало нравиться. Я уже не понял, почему. Потом, потом лично для меня он скатился. Ку, оцени, пожалуйста, ник по 10-балльной. Только не это, только не это, только не это! Оценки ников! Еще и от супер олдов, еще и от вики, и от вики ред. Да нормально у тебя ник. Я не знаю, по 10-балльной. Сейчас оценю, и начнется поток донатов или подписок с словами оцени ник. Блядь! Не перестанешь надеть, стримик. Удачи, БТВ! Кстати, я задержку забыл поставить. И вправду. Мне придется стрим перезапустить, я забыл задержку поставить. Супер ошибка. Критическая. Критическая. Аутическая. Ну, я не могу стримить без задержки, по идее. Ну, давайте, короче, поиграем, пока поставлю задержку, когда перерыв будет. Вот. Так, окей, оценить. Ну, что еще? Как настроение? Доброе, нормально. Попрыгал со скакалкой, сходил в душ. Я не обещал второй сезон. Я же уже говорю много раз. Мне подобный жанр игр не привлекает. Короче, гайс, будет перезапуск стрима, когда будет перерыв. Перерыв будет через... 54 минуты. То есть, через 54 минуты будет перезапуск стрима. Потому что без задержки играть, конечно, ну, это быть дауном. Пусть даже шанс на то, что меня заснайпят, ну, вообще, вот, как бы, на протяжении всего турнира очень маленький. По той причине, что... Сейчас, подождите. По той причине, что, ну, очень много игроков. То есть, шанс тут стрим-снайперу попасть за мой стол конкретно, ну, это, ну, очень, конечно, невероятно, но это возможно. Так, давайте посмотрим на стороны. Вот, например, смотрите, вот написано. Сторона Украина. В теории, чел может зайти на Twitch в раздел покера и увидеть, что я там стримлю за его столом. В теории. Это же возможно в теории, правильно? Так, я так и не оценил ник. Надо подумать. От 6 до 7. 6,5. 6,5. 6,5 пусть будет. Ну, мэйби даже 7, но, наверное, 6,5. Больше склоняюсь к 6,5. Подождите, ставить кондбет или нет? Надо подумать. Я не буду тут ставить кондбет. Типа, супер хуёво. Челы будут с дровами колить. Со стрит-дро будет колить. Ну, что ещё? С флеш-дро будет колить. С десяткой будет колить. Возможно. У меня только хитшот. Против двух, тем более. Против одного челика я бы поставил кондбет. Против двух я бы поставил. Против двух я бы поставил. Окей. А, вроде ставится. Ну, попробуем по чуть-чуть и ставить задержку. Типа, наращивать её. Ну, что ещё? Привет, пап. Решу. О, блядь. Казиноч на Твиче будет? Нет. Казиноча на Твиче не будет. Короче, поставил задержку. Я не знаю, она сработала или нет. Я поставил её прямо сейчас. Ну, стрим, походу, надо перезапускать. Она не сработала. Задержка не появилась. Круто. Два года. Минус мазер. Дотер сразу видно. Чё, задержка не появилась? Задержки нет. Я поставил только что 20 секунд, чтобы проверить. Но, нихуя. Надо будет стрим перезапустить. Выбора нет. Без перезапуска потока никак. Там вроде был вопрос, когда пятый эпизод Walking Dead. Всё зависит от того, когда я сегодня закончу стрим. Если я, к примеру, вылечу очень быстро. Очень быстро это в течение полутора часов. Если я вылечу в течение полутора часов, то Walking Dead могу сегодня поиграть. Если я вылечу, там, допустим, к 11 вечера, то можно Walking Dead завтра постримить. Если я вылечу после, там, не знаю, после, там, уже 12 ночи, то точно Walking Dead послезавтра. Вот так. То есть, в зависимости от того, когда я вылечу. Сегодня, завтра или послезавтра. Чем позже, собственно, тем позже будет стрим Walking Dead. Кто вообще, кто вообще придумал, что можно поставить задержку во время стрима? Это не работает так, в OBS. Так нельзя сделать. Я попробовал, так не сработало. Мне надо звук уменьшить. Так я не помню, где. Где звук уменьшать? Где настройки? Tools. Sorry. Секунду. Пойщу, где звук уменьшить. Sounds. Окей, Master Volume я нашел. Сейчас, секунду. Сури. Блять. Да! Минус уши. Ну что еще? Так, ничем буду делать. Виталий, добрый вечер. Здрасте. До ночи в первый раз. Разбань, пожалуйста, ТМК подчеркивание дата 2. Спасибо за стримы. Целый день тебя жду. Смотрю тебя с 2045 года. Оверолт. Видел ли? Оверолт. Что проиграли Opian Eye в салат 0.2.2? Не видел. Что думаешь об этом? Не думаешь, что искусственный интеллект завоюет мир или дату 2? Удачи с вами. По поводу искусственный интеллект, потому что он завоюет мир, как бы, ну, в теории это реально, конечно, да. Это может произойти в течение, там, десяти, ну, не десяти, думаю, в течение 20-30 лет. Только не это. Только не это. Только не это. Только не это, блять. Да, 25 тысяч бакинских выводи. Кул стори. Сценарий фильмов «Терминатор» вполне реален, но на самом деле... Там, в течение, не знаю, 20-30 лет. В теории это возможно. Только далеко не факт, что, ну, если искусственный интеллект захватит мир, далеко не факт, что он уничтожит людей. То есть, это далеко не факт. Это вероятно, то, что он уничтожит людей, но это, ну, как бы, это не стопроцентная информация. Ну, не знаю, Туз-9 сыграть, че не. Не хочу. Какой у меня смысл играть в ранней позиции Туз-9 в самом начале турнира? Тем более, турнир, как бы, медленный, понимаете? Папань, привет. Я хочу тебе сказать, что ты очень хороший человек. Уже давно смотрю твой канал и каждый раз в этом убеждаюсь. Я считаю, что ты очень адекватный и воспитанный человек. Родители должны тобой гордиться. Хотя я думаю, они и так гордятся тобой. Кинул бы больше, но возможности нет. Да ладно, я уже говорю много раз. Если я ставлю минималку определенную, то я в любом случае благодарен. Если я поставлю минималку 200, то мне хватает 200, как бы, как доната. Я в любом случае благодарен. Спасибо. Я согласен с тем, что я очень адекватный и воспитанный, но я не знаю насчет того, что я очень хороший. Не думаю, что я прям очень хороший. Я себя вижу, как нейтрального человека, ни хорошего, ни плохого. Я могу просто сказать, что я адекватный, воспитанный и порядочный. Но вот прям хороший, я не совершаю прям пока никаких там добрых поступков. Собственно, по той причине, что мне как бы попросту все равно на людей, поэтому, ну... Ну что еще? Чтобы я сделал добрый поступок, меня надо об этом просить долго. Тогда я могу что-то сделать хорошее, да, если меня просить долго. Может быть. Ну, как сказать, качественный контент. На самом деле, это, ну, вы можете приуныть. Если турнир будет довольно-таки долго длиться, вот представьте, я сижу, один стол стримлю и просто вот сижу, разговариваю, один стол стрим. Это, ну, это может быть довольно-таки уныло. Тем более, учитывая, что, повторюсь, турнир медленный, большинство рук нужно как бы скипать. Играть нет смысла. К примеру, я скинул Туз 9, потому что ранняя позиция и турнир медленный. Банально, нет смысла ничего играть, как бы, то, что, ну, то, что ненадежно. Нужно или воровать блайнды, или играть с супер годнотой. Или искать сеты. Все. Да и то. Даже если ты найдешь сет, далеко не всегда стоит эти лын. На самом деле, в таком турнире, как бы, в самом начале вот такого турнира, медленного, можно даже выкинуть два короля в теории. Ну, конечно, я бы не выкинул, скорее всего, но это возможно. Вот пример, смотри, Туз Король. Если бы меня начали сейчас хуярить внезапно, ну, то есть, рейзами там, супер жестко, я бы Туз Король изи выкинул. Потому что, ну, в медленном турнире, в самом начале, это вообще ничего. Пока ты не увидишь флопа, на префлопе, это, ну, посредственно, крайне. Насчет шахмат. Пока я ждал твой гайд, уже взял королеву. Хоть свою уже составлять. Как тебе сериал Childing Adventure of Sabrina? Кстати, я проебал подписку чешом. Че я прочитаю. Так, подождите. Ну, ГО 500 к 100. Она должна здесь быть в чате, эта подписка. Почему я ее не вижу? Она должна быть в чате. Если там было сообщение. Бля, он заколил. Окей, Челик из Канады. Надеюсь, не стрим-снайпер. Ну, полбанка, че тут? У меня, скорее всего, сильнее рука, потому что, ну, как бы, ну, просто старшая карта. А, он ничего не написал. Ладно. Сделай чатик, как раньше сбоку. Чатик, как раньше сбоку. Подождите, Дана, подумайся. Как я это делал раньше? Я ставил сюда, а... чатик. 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 Можно доставить, но вообще, какой смысл? Если были хотя бы одномастные. Даже не буду доставлять. Так, я как-то открывал чат в отдельном окне, правильно? Чат. Как его открыть в отдельном окне? Почему, когда наводишь мышкой на что-либо, курсором, тебе не выскакивает сообщение, что эта кнопка делает? Вот я навел, а что она, бля, делает? Я ебу. О, окей, я угадал. Cool story. Ну, это тупо, что она, ну, не говорит, что будет, если я нажму. Должен угадать. Я угадал, но все же. Опа. FQ. FQ, гайсня. Сделаем вот так. Только я не гарантирую, что я буду всем отвечать в чате теперь. Walking Dead будет в зависимости от того, когда я вылечу. Если я вылечу быстро, то maybe сегодня можно доиграть. Если я буду вылетать долго, то скорее всего послезавтра. Если я вылечу, к примеру, к 11 вечера, то завтра, потому что я смогу лечь спать и, собственно, нормально проснуться и зато постримить. Если я вылечу после 12 ночи, то есть если я буду играть там 4 часа плюс этот турнир, то завтра стрима не будет. Так, я что-то еще не ответил. Правильно. Childing Adventure of Sabrina. Я не смотрел. А, или ты имеешь в виду новый, они же его переделывают, да, как это называется. Ремейк делают. Я не смотрел, вряд ли буду смотреть, если честно. Мне это неинтересно. Почему шмотки с Dota не продашь? Не знаю. Пригодятся. Пусть будут, пусть лежат. Типа я что, разбогатеюсь, я продам шмотки с Dota? Или, не знаю, у меня в стиме деньги пока не заканчиваются. У нас еще есть 6892, если что-то она будет купить там какую-то игру или что-то такое. Давай до 7 утра в топ 1000. Хазык, я выйду, что, кстати. Я вот только-только начал исправлять режим, прикиньте. Вот только-только последнюю неделю или полторы я пытался ложиться спать все раньше и раньше. Я начал ложиться спать сначала в 3 ночи. Ну, подождите, не смейтесь. Сначала в 3 ночи, потом в пол третьего, потом в 2 ночи. Ну, окей, 2, двойка. В 2 ночи. Потом, ну, вы поняли, да? Постепенно уменьшал, уменьшал, уменьшал. Вчера я уже лег в 12 вечера. Ну, то есть в 12 ночи. Вчера. Только-только начал исправлять режим и снова сидеть всю ночь, потому что я не могу этого пропустить. Я не могу этот турнир пропускать, это просто, ну, я их никогда не пропускаю, всегда их играю. Ну, как всегда. На самом деле, я не мог их всегда играть. Раньше 215 долларов это было прям очень много. Даже когда, когда я только начал стримить, первый год моих стримов, 215 долларов это было очень много, чтобы играть. Ну, прям, ну, типа, это очень много. Только на второй год стримов 215 долларов это стало уже, ну, там, не знаю, приемлемо сыграть. Вот что он делает? Я не знаю. Что за имбецил? Короче, один раз сделаю тайм-аут, если еще раз сделают, забавим на весь стрим. Потому что уже не первый раз такое делают. Чисто имбик. Когда гайд по шахматам. Я не говорю, что будет гайд по шахматам, я говорю, что будет тирлист. Это, ну, типа, гайд на силу героя в шахматах. Да и то, его нельзя сделать полноценно, это такой примерный, приблизительный, потому что там очень много комбинаций разных. Копейки, 215 копейки. Нет. Если бы это были копейки, я бы играл бы с рыбаями. Я играю только одну, как бы, одна жизнь. Если я вылечу, я не буду рыбаять. То есть рыбаев не будет. Тут можно сделать три раза рыбая. То есть в теории можно проебать 4 на 215, это 860. Но нет, 215 не копейки, поэтому только один раз. Одна жизнь. Хардкор! Привет. Тридеть это маслое. В помойку. И так большинство рук. Большинство рук будут просто, ну, в помойку сразу, даже не думая, потому что медленный турнир, нужно сидеть, потеть. Просто ждать карту. что-либо делать, ну, глупо. Гриша HD дарит подписки? Омега Лу, это же хейтер! С каких пор хейтеры дарят подписки? Омега Лу. Нет. Это же стрим-стайперы. В смысле, какие-то ники знакомые. Это хейтеры. Давай я супертайтова играю. Тут три бутылочки взял, хотелось бы подольше стрим. Так я и буду супертайтова. Я и планирую супертайтова. Но повторюсь, если кто-то думает, что стрим может быть супер каким-то интересным, потому что я, ну, играю в покер. Ну, если кто-то еще не видел моих покерных стримов, там, ну, может быть, довольно-таки неинтересно. Более интересные покерные стримы, когда я играл раньше. Я играл одновременно один стол кэш, и один стол я играл какой-то турнир, который, ну, не слоу. Допустим, нокаут турбо. Турбо нокаут плюс кэш. Это более интересно. А здесь, в основном, как бы весь контент, я просто сижу, разговариваю, читаю чат, и там отвечаю на донаты. Даже сделал донат 200. Самый минимальный, который я только могу сделать, чтобы там, ну, не было никакого спама жесткого. Ну, опять же, вот 7-6 средняя позиция. Вообще, ноль смысла даже пытаться стилить блайнды. Это просто глупо. 7-6 разномастными я бы стилил блайнды. Ну, с кат-оффом, возможно, но даже с кат-оффа, как бы, какой смысл? Ну, с баттона стилил бы, окей. С баттона я бы точно стилил, но с кат-оффа, не знаю, по настроению. Да, 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 старый рофл. Зачем так рисковать? Долго я за крафлана выдумывал? На протяжении жизни он появился. В детстве с одним челиком рофливал постоянно. Вот он всякие различные такие вот обороты речевые и слова использовал, придумывал. Я снова живу! На 70% в детстве этот язык рофланов был придуман не мной. А потом я уже сам как бы это все развил и придумал. 32 месяца. 32. 4 месяца за 3 лет не хватает, правильно? Расскажи о ботах в покере и Resident Slipper. Ну что еще? В новой версии OBS ты в настройках можешь аторизировать свой твич-аккаунт и у тебя появится чат плюс панель управления прямо в OBS. Я не хочу рисковать. Ну то есть я не... Ну... Это может быть ненадежно. Вдруг какие-нибудь хейтеры с помощью этого смогут получить доступ там как-то к чему-то. Я не люблю всякие новые функции непроверенные. 9.7 одномастные. Ну блин. Вот хотя бы если бы здесь хотя бы вот здесь на месте этой девки я бы зарейзил. А так ну нет. Ну зачем? 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 Папань, помоги пожалуйста. Почему мне донаты не озвучиваются как обычно? Хочу купить ПК или ноу для стримов игр. Бюджет до стака руб. Какие выбрать комплектующие? Во-первых нужно покупать ПК, думаю. Посоветую насчет ПК думать. С каких комплектующих сам начинал? Ну на что были как бы на что были средства? То есть понимаешь цена-качество и блин я так уже не вспомню. С чего я начинал? Я начинал с того что мне покупали компьютер родителей. Конкретно папа. он донатил стример он просто проигнорил он улыбнулся там что-то и ничего не ответил. Сейчас попытаюсь ответить но мне так сложно будет. Первый компьютер мне покупал отец. Собственно потом когда как бы я уже сам начал покупать я не старался купить как можно дороже. Я старался чтобы мне хватало на те игры основные которые я играю и как бы ну не покупать самое-самое-самое супер новое потому что если она только супер новая там вышла несколько месяцев назад она будет еще супер дорогое. А если допустим подождать полгода то она будет ну порой на треть дешевле. А если подождать 9 месяцев может быть уже в 2 раза дешевле. То есть смотри с этой стороны. С такой точки зрения. Что еще сказать? Я даже не в курсе на самом деле сейчас цен. Сколько там что стоит? бюджет до 100к руб. 100к руб это сколько? Это полторы тысячи долларов примерно? Ну за полторы тысячи долларов за полторы тысячи долларов будет сложно. Проблема в том что хорошая видеокарта стоит до 1000 долларов. А без хорошей видеокарты ты не сможешь играть полноценно в определенные игры скажем так. Короче с бюджетом 100 тысяч рублей ты можешь купить себе компьютер с нормальным процессором в принципе с ну с довольно таки хорошим процессором но видеокарта будет слабоватая вот да то есть на это и ориентируйся какой конкретно процессор я же не разбираюсь на 100% ну так подождите дай я зарейшу 3x просто сделаю я не люблю лимпить просто делаю 3x они все зафолдят я просто заберу блайнды и плюс если я попаду в сет как бы я всегда люблю рейсить пары если я попаду в сет чтобы ну как бы хоть как-то свою руку скрыть потому что если я лимплю как правильно сказать лимплю груще если я лимпил пару если я лимпил карманную пару и не рейзил да то как бы ну это более палевно я потом начинаю на флопе рейзить или на терне и челик может подумать что у меня сет ну изи как бы предположить а если я рейзил изначально то у меня может быть как бы не только сета ну понятно что у меня тоже может быть сет но как бы ну так лучше это особенно хорошо работает на всяких новичков фишей и так далее Лучше всегда рейзить Так, ну, не знаю Тут можно конбет сделать вдвоих Потому что борт, в принципе, такой, ну Можно конбет сделать В конце концов, я могу даже на терне спаймать двойку Если у кого-то есть туза или король И он в него вцепился Я сделал небольшой конбет Потому что, ну, или они выкинут или нет В данном случае, мне кажется Если сделать 900 конбет, это ничего не даст Чел, который хочет держаться за короля или за туза В данном случае не выкинет anyway А 600 хватит, чтобы они выкинули Потому что, ну Ну, я уже объяснил Или выкинут или нет Мне решили выкинуть, значит, там не было ни у кого ни короля, ни туза Хотя вполне вероятно, что у кого-то был даже король Потому что, ну, повторюсь Турнир медленный Короля тут изи выкинуть Нет смысла ничего делать Где была подписка? Без сообщения Так Туз 4 Ну, можно доставить с тузом Ладно, хуй с ним Попал в четверку Кулстори У меня нету позиции на этого человека Это плохо Ну, все же склоняюсь к тому, что нужно поставить Окей, он заколил, это плохо Это плохо Если я сейчас буду чекать, я покажу, что я, как бы, ну Сдаюсь Он сделает ставку, и мне придется выкинуть Но я не хочу на таком борде колить И ставить я тоже не хочу Не, я колить не буду Короче, все, окей, пусть забирает Не за что Спасибо, что живой Я не знаю, что у него там могло быть У него могло быть что угодно У него могло даже ничего не быть У него могло быть, не знаю, там, туз дама Туз валет Он мог ни во что не попасть Просто не вижу никакого смысла здесь Что-то исполнять У меня просто может завалюбетить С какими-нибудь там восьмерками Несколько раз Че буду колить по этой четверке А че буду на ривере делать, если я сейчас заколил Если мне ничего не придет Тем более, ну, как бы Я не должен был в любом случае колить Я должен был или дальше ставить, или выкидывать Что я сделал Я просто выкинул Так, че дальше, че тут не ответил В общем, я не могу сказать конкретно Какие комплектующие Но могу сказать, что это не хватит на видеокарту То есть, мне нужно просто купить хороший процессор Подходящую материнку Как я могу ответить на этот вопрос? Куда могу знать, к чему это конкретно? В любом случае, я политику не обсуждаю У меня стрим, ну, вообще Без этого Короче, нужно выбрать хороший процессор Подходящую материнку под него Память тебе, по идее, надо будет Ну, что еще? Хотя бы, ну, хотя бы 16 Минимум 16 Ноу-42 Договорю уже много раз Ща, подожди, подожди, подожди Так, тут я ничего не делаю Даже учитывая, что я на батоне У меня одномастное, но, как бы, не Если бы это были 4-5 4-5 я сыграл бы С 2-3 я не буду играть Я уже говорю много раз, что я ничего особо не умею готовить Я могу только самые сделать примитивные вещи То есть, я могу там что-то порезать Что-то там, какую-то кашу сварить Ну, я не могу прям с нуля взять, приготовить какую-нибудь рыбу Вот что-то такое Я не умею прям готовить Я никогда не учился конкретно готовить Я не умею, ну, прям вот готовить Я могу сделать только примитивные вещи То есть, я могу не умереть с голоду Но прям приготовить, вкусно поесть я не могу Тимуру Бабичу? Я не верю, что его так зовут Не хочу Бля, я уже отвечал много раз на эти вопросы Потому что я даже не ищу игр, по сути Все стримы новых игр Ну, как все, вернее, не все А подавляющее большинство стримов новых игр Это будут ради зрителей Я сам не ищу ничего То есть, что я буду постоянно играть Вот, допустим, мне подарят PS4 Мне предлагали даже бесплатно подарить То есть, дело тут не в деньгах Потому что я отказываюсь купить Допустим, мне подарят PS4 Ну, что, я буду постоянно Как только мне ее подарили Буду стримить все любимые игры Всех моих зрителей До бесконечности А мне-то будет неинтересно, по большому счету Мне-то не нужно будет Блядь Есть советы Даунунубу В PUBG А что, у него прям сложно играть Советы по PUBG Я не знаю По-моему, в PUBG довольно-таки легко Учиться играть Там ничего особенного Я даже не знаю, что сказать Есть ли советы по PUBG Гайз, что бы вы посоветовали по PUBG Реально сложно Мне ничего в голову не приходит Я вспомнил, как я сам учился играть в PUBG Когда я начну играть в PUBG Я умирал в синьке Вот это вот единственное, что отличает новичка Прям суперновичка от Просто новичка То, что суперновичок умирает в синьке Подрубичил музычку Пока что лень Можешь попозже Когда я устану разговаривать Видел, как Алоха на EPT в Сочи играл Мне рассказывал еще Еще до того, как вы это начали обсуждать все Мне рассказывал, короче, мой френдан Который играет в покер профессионально Что какой-то его знакомый Сидит с ним за одним столом На каком-то... А не, не на турнире, а в кэш Типа Алохин играет со знакомого моего френдана И там проигрывает в кэш жестко Что мне такое рассказывали еще Ну, когда-то серия начиналась, на которой он был Так-то я не видел Ну, я не видел, но я слышал еще давно Там вроде какая-то серия была где-то Привет Тимуру Бабичу Так, тут мне нечего ответить, извиняй Я не знаю, что ты взял, что я прямо умею готовить Я никогда в жизни не говорил, что я умею готовить Что ты взял? Никогда я такого не говорил Я, наоборот, отвечал каждый раз, что я как раз не умею готовить Могу только самое примитивное То есть не сдохнуть А, чел, я играю редко Знал Так я не играю в него, алло Я много чего знаю про онлайн-покер И я поэтому перестал в него играть еще очень давно Я знаю, что онлайн-покер мертв Я в него играю, ну, исключительно какие-то там Ну, что еще? Турниры пиздатые, там, раз в 3-4 месяца Кулстори Состриженная родинка? Час? Не совсем, но Чел Никогда не думал набить себе татуху? Нет, никогда Я не люблю татухи и все, что с ней связано Я предпочту себе иметь чистую кожу Да какие истории со скалы рассказывать? Я так уже ничего не вспомню Хотя бы конкретно пример приведите историй Король валет в начальной позиции Если были бы одномастные, зарейзил бы атак Повторюсь Медленный турнир Нужно играть по этого Кстати, да, по поводу вот этого вот, ну Надо было перезапустить стрим, потому что он без задержки Через 27 минут я перезапущу стрим Извиняйте Я обязан Так, когда Walking Dead? Когда Walking Dead? Или завтра, или послезавтра? Ну, возможно, сегодня Но это только сегодня, только при условии, что я вылечу в течение одного часа Если я не вылечу до половины десятого Сейчас 8.28 Если я не вылечу до половины десятого То сегодня уже не будет Как поживает твоя состриженная родинка? Че? Чел, я это сделал еще миллион лет назад И я об этом даже не думаю Меня ничего не волнует Мне все нормально Знаешь, кто такой Гобзавр? Знаешь ли ты, кто такой Гобзавр? Нет Знаешь ли ты, кто такой Убер Маргинал Ежи Сармат? Я не знаю Первый вроде Первый вроде ко мне добавлялся в ВК А он там хотел что-то от меня Уже забыл даже, что хотел он Что-то я с ним там поговорил И типа, ну давай, удачи Я уже забыл, что он хотел А, ну, я вспомнил, но я не буду говорить Второе, не знаю, даже не слышал Сложно Да я и первого-то не знаю, по большому счету Он ко мне добавился Что-то там поговорили и все Я удалил его Не знаю То есть я могу сказать, что не знаю По большому счету Я бы посмотрел ваши дебаты о ведении мира Не знаю, со мной дебаты Это сложная вещь Я просто, допустим, упрусь на каком-либо факте И все И как ты со мной будешь разговаривать То есть любые споры или дебаты со мной Останавливаются на том, что я упираюсь на каком-либо факте И оппонент просто не может пробить этот факт Потому что факт это факт Ты его не можешь пробить И все И дальше разговор просто повторяется Бесконечное повторение идет Дебаты, ну, интересно, когда два человека любят спорить Им лишь бы спорить и какую-то, ну, там, хрень нести Ну что еще? Вергилий Венецкий Че там по DMC5 Почему, блядь? Я подумал, DMC жалоба на твиче DMC5 Это типа Dale May Cry Ничего Раз я говорю, что буду играть Привет, Негрияныч Типа, это Дэнил Неграну или что? Скажи, используешь ли статистику, когда играешь? Когда-то очень давно Супер-супер давно Когда я пытался играть в покер профессионально Ну, это еще очень давно было Это много лет назад Много лет назад Когда онлайн-покер не был мертв Когда я пытался Это было в лет 18 или 19 Я пытался играть со статистикой Сейчас я играю раз в 3-4 месяца Там, один турнир Я не использую никакой статистики, очевидно Потому что нахрена Один турнир раз в 3-4 месяца Какая статистика? Чаров лишь Если я пройду дальше Там, если я поиграю несколько часов Там, 3 часа, 4 часа То я начну следить за оппонентами за столом Начну следить за каждым челом, что они делают Начну запоминать, что они делают И этого хватит В любом случае, поймите Один турнир — это рандом Если ты играешь один турнирчик просто Это рулетка лотерея Ну, лотерея, вернее Это не рулетка Это лотерея, конкретно Окей, здесь можно доставить Здесь валет Я бы тут доставил Без проблем Окей Ну, если дама не придет То ничего не делает, очевидно Все, просто выкидываем На унылочах Потому что так и нужно играть Слоу турнир Максимально тайтл Ничего не делает Ждать хорошие карты И ждать, пока какой-нибудь фишан Тебя даст стэк Ну, я не вы, как бы Вы понимаете Даже если я словлю два туза И пойду с кем-то алын Шанс на то, что я проебу 20% То есть один раз из пяти Я вылечу И стрим закончится Как бы, ну Любой подобный турнир — это супер лотерея Кому я не ответил По поводу Мертвого онлайн-покера Я в курсе Есть, короче, боты, которые бьют Самые высокие фиксы лимита, например По поводу Ноу-лимит Я не знаю По-моему, кэш ноу-лимит Боты еще не бьют Но Различные турниры СНГ-шки Боты могут играть в плюс Да, это правда Если будут ульки по шашкам Будешь играть Не знаю, не знаю, не знаю Не знаю, не знаю Не знаю, не знаю Алоха играет Коста и не стримит Ты мишу этот турнир? Так Пара Сделаю 525 Предел норм чел Если не напердел То да Если напердел То хз Дама-король одномастная Делать ли кандбет? Вопрос На самом деле Здесь лучше не делать кандбет Мне кажется Лучше получить фри-карту Мэбби там будет шестерка А зачем делать кандбет в двоих? Не знаю Тем более две пики Со стрит-дро могу заколить С флеша могу заколить Окей Бланк Ну хз После бланка Можно сделать Ставку Но как бы Шанс на то, что я выбью кого-то Уже меньше Окей Чел решил сделать ставку Ну я выкину Разумеется Увидел одну фри-карту Нормально Шестерка не приехала Пригласил бы Вику Рэд в гости Если бы она была в Венеции Ну что еще Зачем ей тут быть? Я бы подумал Удачи на самом деле Миллион За все время Игры в покер Ты остался в плюсе Или в минусе В плюсе, конечно Я же Как ты играл в хит-зап На жопу Пожалуйста На чью жопу, чел На твою Или О чем ты говоришь Ну что еще О чем ты, блядь Несешь Был подписан на тебя 41 месяц Ну вот решил убрать подписку И лучше скидывать Сабжи через донат В обход твича Так, по крайней мере Хуицосы с твича Не возьмут процент себе Ну И тебе не жалко Стрик 41 месяц? 41 месяц? Этот же ник или что? Омега лол Омега лол Ну как знаешь Твое дело Твои деньги Понимаешь Алоха там Сказал, что Хотел попасться За первый стол С батчем И разъебать его По фасту Да блин Мне надо будет Перезапустить стрим Я стримлю без задержки И это конечно Супер хуево Это вообще бред Типа это рискованно Но я перезапущу стрим Через 21 минуту Поставлю задержку Минут 5 Нет 5 это много Я поставлю 3 минуты 3 минуты в покере хватает Кстати здесь можно рейзить Карта неплохая Позиция тоже неплохая Для рейза Бландики забрать Отдай блайнды Отдай блайнды Хотя у меня позиция Я могу и поиграть Флоп Мне похуй Коли Чи нечи Да С него уже 14к Куда он все проебал Она агрессивно играет Это какой-то фишара Я так понимаю Не ну понятно Что придется выиграть Ну что еще Жалко конечно Моих 525 Я с ним хуй что Я не могу С 8 лет колить Будешь в финале Игры престола Смотри Когда ждать Следующий бан Финал Игры престола Ты имеешь ввиду Финальный сезон Следующий бан Скоро наверное Но Блин Вы же понимаете Это не от меня зависит В прошлый раз Я не нарушил Я не нарушил Ни одного правила Отвеча Моё уважение Пук пук чел Во время прохождения Тайдаблэдэя удостоверился Что ты плохо разбираешься Плохо разбираюсь В придуманных людях Которых Великий сел Так я это про него говорил Не понял Так я про Кенни Это говорил В смысле Где ты Ты свои слова Тут не обосновываешь Кстати Я снова живу Бля Не хочу Но Но Потом давай Как-нибудь потом Бля Ну чел Та за шо Понимаешь Я поставил донат 200 рублей минималку Если я начну чекать Чьи-то видосы В самом начале стрима Меня очень быстро Заебут этими видосами Ты же знаешь Как это будет Ты же прекрасно знаешь Ты посмотрел С моего папаня Плыв с БТВ Нет Сейчас подождите Гайз Зомби апокалипсис Начнется Тут еще не ответил Ребятам Вот Что он тут написал Во время прохождения ТВД удостоверился Что плохо разбирается В людях Так как Кенни С первой секунды Своё опаление Был мразью Неблагодарной Сволотой Так я про него Это и говорил Я не понял Я так понимаю Кенни вообще Нельзя было слить Я не понял Как ты свои слова Обосновываешь И к чему это Попросить Чтобы ты чекнул Игрулю Я не могу Этого пообещать Я скорее всего Даже забуду К концу стрима Мне лучше В конце стрима Донатить По поводу Каких-либо игр Тогда шанс Больше Что я не забуду Да сам ты даун Омега лол Это кстати Была год подписка Или А нет Два года А стопа Это Это гриб же Тот самый чел Вот он Я пропустил Охуеть И вправду 41 месяц Просто жесть Просто жесть Как она есть Финал Ты имеешь в виду Финальный сезон Ну да Буду смотреть Конечно Куда я денусь Как тут не посмотреть Буду смотреть И плеваться Буду говорить Я типа, э, говно, э, э, буду ныть, смотреть. Да, да, я, да, да, шоу. Виталий, представь, что завтра начнётся зомби-апокалипсис, опишу свои действия. Как думаешь, сколько бы выжил? А, я думаю, сейчас в плохой форме. В данную секунду я в плохой форме, и я бы умер где-то за два месяца, наверное. Хз, я не знаю, не уверен точно. Вот ты мне, ты мне когда только что сказал про зомби-апокалипсис, если ты не напомнил, что нужно сделать септопластику. Так и не сделал до сих пор септопластику. Это важно. Если начался какой-то зомби-апокалипсис, очень важно, допустим, чтобы у вас все зубы были, как бы, запломбированы, то есть не было там дырок в зубах. Да. Септопластику сделать, у кого кривая носовая перегородка. То есть нужно, чтобы не было лишних проблем, которые не мешают выживанию. Потому что это всё будет сказываться в условиях напряжённой жизни, скажем так. Ну что ещё? Папань, помнишь, ты говорил, что гей в 10% популяции? А сколько примерно процентов куколдов в популяции? Кем лучше родиться? Байт на банче шо? Спидрант бана? Галул. Не хочешь себе купить портупеи? Можешь погуглить, если не знаешь, что это. Не знаю, что такое портупеи. Наверное, не хочу. Особенно учитывая, что я не знаю. Это действительно спидрант бана, учитывая, что твич как будто, ну, твич как будто агрится на всё, что вообще связано с этими, ну, ну ты понял. Блин, я даже сказать не могу. Это бизнес, короче. Это реально спидрант бана. То есть, ну, просто запрет свободы слова, ты не можешь говорить. Как бы лицемерить я не хочу, потому что никогда не буду лицемерить. Поэтому приходится молчать. Смотрите. Я даже не могу сказать, мне приходится молчать, потому что не хочу лицемерить. То есть у меня выбор. У меня выбор. Или я молчу, или я лицемерю. А я не лицемер, я честный человек. Получается, я молчу, даже не могу говорить вообще. Нихуя. Ну, бля, охуенный мир. С спидрант бана. С спидрант бана. Я снова живу. Блин, ну, конечно, мир в говно скатился просто ужасно. То есть, тебе просто запрещают разговаривать. Скоро я начну запрещать, я не знаю, думать. Знаете, как в фильмах про будущее? Ну, были такие фильмы. Даже книжка была вроде какая-то. Там, где полиция мыслей. Там подумали о чем-то не таком. Что, скажем так, противоречить политике правящей партии. И вас уже хуярят сразу. О, туз валет на большом бланде. Давайте что-то сделаем. Какой-то микро рейс, какой-то микрокол. Надо сейчас... Так, надо их выкинуть. Надо забрать, гайс. Нужно... Нужно... Показать, кто за столом босс. В скобочках вылетит нахуй. Сколько нужно зарейзить? Я аж вот столько ебану. Потому что я хочу, чтобы они выкинули. Ну, что еще? Я не хочу играть на флопе. Я не хочу этого. Я хочу забрать сразу. Погодите. Надо посмотреть, что они делают. Я в курсе. Но это не то, что я хочу. Так, он закорил меня, да? Это плохо, то, что он меня закорил. Бляаа. На вылет, гайс. Борт, конечно, ну, уебищный. Он может не выкинуть. Огромный шанс, что он не выкинет. Огромный шанс, что он не выкинет. Я бы сказал 50 на 50. Но я обязан ставить. Ну, я обязан тут ставить. Ну, потому что, блин, как бы пара, плюс дама. У меня тут звалет, тем более тут чирва, у меня бэкдор, флэш-дроу. Ну, я обязан ставить. Он долго думает. Если он долго думает, у него, скорее всего, что-то есть. Окей, ладно. Странно. Ну, я думаю, он долго думает, он типа или байтит меня, или что-то есть. Повезло. Окей. Повезло. Это было немножко опасно, кстати. Потому что, если бы он заколил, что бы я делал на терне? По идее, на терне я должен продолжать агрессивную линию, которую я начал. Так, ну, давайте заберем, попробуем просто сделать 3х. Или нет, 525. Если он не выкинет, то, наверное, я могу сдаться даже сразу. Хотя туз, блин, я не могу сдаться, придется конбет делать. Я сделаю конбет побольше. Я сделаю конбет 900 в данном случае. Вот. Если он сейчас не выкинет, я точно сдаюсь. Все, блядь, в пизду. Хотя, стрит-дро, ебаный стыд. Что делать? Придется дальше ставить. Ну, что еще? Надо много ставить. Бизда. О, стрит. Что меня выносит? Король валет? О, блядь. Только не король валет, чел. Пожалуйста. Ну, что еще? Только не говоришь, что тебе король валет. Окей, фух. Найс. Сколько я получил? Что у него было? Что у него было? Что у него было? Как поставить предыдущую руку? А, вот. У него туз-3 был? А что? Он меня по тузу заколил. Омега лол. Он меня по тузу заколил. Ну, ладно. Хотя, ну, я не знаю. Он мог выкинуть, на самом деле. Так, подождите. Я не могу пока отвечать. Валет 10. Это просто кол будет в данном случае. Потому что он с ранней позиции делает рейс. Ну, что еще? Загуглил. Что такое портупея высветилась портупея ФР Партия Ипея Дословно Партия Носите Ипея Меч Ну, тут фолт. С горшотом колить нет смысла. Временная или голунная перевязь в виде ремена Галуна различной длины и ширины и женская BDSM повязка точка SPF за совет. Пойду закажу дневнику Бан. Ждешь меня? Да пойду сразу на YouTube стримить и все. Блин, я уже говорил. Больше не буду терпеть эти баны. Если я не нарушаю правила и меня не вей Twitch-бан, потому что, ну, я, как бы, ну, я против всего, да, вот, скажем так, против почти что всего, против всех тех вот западных ценностей, которые Twitch и прочие, ну, крупные компании, скажем так, популяризируют, поддерживают и просто хуярят всех несогласных. То есть, я, грубо говоря, несогласный, но при этом, да, я даже не нарушаю правил, все равно, как бы, ну, виноват. В том, что просто я, ну, типа, у меня свое мнение есть. Просто буду на YouTube все стримить и все, что я могу поделать, ну. Учекать! Хейл. Как думаешь, выход Warcraft 3 рфоржит привлеченному аудиторию в жанр стратегии? Нет, не думаю. Или жанр плюс Blizzard сто процентов мертвые? Ну, Blizzard вообще-то не мертвые для людей. Как уж, Hearthstone играют, на Hearthstone они до сих пор деньги делают. В тот же World of Warcraft еще играют, насколько я понимаю. Король 4 это Fold. Какие игры, на твой взгляд, перспективны в ближайшем будущем в плане киберспорта? Сложно! К примеру, в плане киберспорта? Блин, сложно. Я не могу предсказать по поводу киберспорта точно. Ну, все те же жанры, что и раньше. Как бы... Не, я не могу предсказать по поводу киберспорта. Очень сложно. Понимаешь, могут появиться совершенно новые жанры. К примеру, вот не дала появилась тот же AutoChess. Игра. Это, по сути, совершенно новый жанр игры. Потому что AutoChess нельзя сравнить ни с какой игрой до этого. Могут так же самым возникнуть совершенно новые жанры игр, и они могут стать популярными в киберспорте. Конкретно. Вполне такое возможно. Вилл, ты хочешь поиграть в ремейк Crash Team Racing? Я не хочу играть в дефолтные Crash'ы. Я в курсе, что в схеме уже есть ремейки первых трех частей Crash'а. Я в курсе. Но я конкретно фанат Team Racing'а. Мне конкретно нравится Crash Team Racing. Вот. Я хотел бы, чтобы ее выпустили в Steam'е. Ну, тоже, наверное, или поздно выпустили. Они же выпустили в Steam'е Crash'а Insane 3 Лоджи, правильно? Почему бы им не выпустить Crash Team Racing? Почему бы нет? Блядь, опять. Сейчас буду вырубать стрим, чекну. Мне ж надо вырубить стрим. Девять минут, guys. Девять минут. Девять минут и я вырубаю. Ну, что еще? К сожалению, кол. Символов ограничено 300. Ну, до последнего Мова Кенни ты всегда выбирал его сторону. В то время, когда Джахиду, который тебе помог, спас. Ты даже в вагон сибирь. Ай, бля. Еще плюс 200 на то, чтобы ты чекнул. Ты ваннер сага. Пошаговая страджка. Лайк эгерон. Плюс скандиваская мифология. Если она пошаговая и я о ней не в курсе. Если я не в курсе о пошаговой стратегии, то она, наверное, плохая. Я так предполагаю. Потому что иначе я был бы в курсе. По поводу вот этого его звали, как его звали? Амид его звали? Джахид. Я сначала даже подумал, что его Ахмед зовут. Короче. Я просто хотел, когда вот Ахмед, ну, Джахид, блядь, Амид, когда он с этой девкой, они бежали вот за поездом, я просто, ну, я подумал, что будет, если я просто понажимаю на них и главный герой говорит, Run. Мне это позабавило, я потом начал нажимать на Амида и главный герой снова говорит, Run, да, ну, кричит. Я просто, ну, подумал, что сейчас они заорут, помоги, помоги, и я им помогу. Вот. А там просто, оказывается, опять время вышло, нужно было принять решение, помогать им или нет. Я этого не знал и так получилось, что я им не помог. Вначале я просто хотел порофлить, а потом оказалось, всё, типа, я хуёвый, я им не помог. Я бы им помог 100%, если бы, ну, они бы крикнули, помоги. Они не кричали ничего, я думал, порофлю, окей. Я не знаю. Или они кричали что-то, я уже не помню. Короче, в любом случае, я бы им там помог, если время не закончилось. И так у меня, как всегда, вышло время на принятие решения и вот. Я помню даже, как-то там был случай в Walking Dead. У меня опять закончилось время в каком-то диалоге и меня Кенни нахуй послал из-за того, что я вообще ничего не выбрал. Типа, ему не понравилось, что я молчал. Ой, короче. Walking Dead, как и любая игра, которая пытается, ну, роли отыгрывать, пытается заставить игрока отыгрывать какую-то роль, она, ну, далеко не идеальна. 600 можно ебануть, на самом деле. Ну, что еще? Папа, вернись на YouTube, а то у тебя тут модераторы терпелые ебаные, не могут хуйцо за пердела не забанить. Не забанить. Там хотя бы его ебло не видно. Плюс в чат, кто ссал на пердела. Потому что у меня тут сапчата. Старикам тут не место. На YouTube был чат для всех. Потому что на YouTube все могут писать в чат, как бы я не рискую получить бан из-за этого. А на Twitch, как бы, Twitch у похуй, да, если кто-то там начинает, если на моем канале кто-то там начинает хуйню в чате творить, то типа я виноват. У Twitch'а ж пиздец, логика. Как бы нехуй было создавать столько правил. Кстати, я не понимаю, почему Twitch, допустим, не может запретить, а, подождите, меня RRZD. Cool story. Почему Twitch не может запретить вот все, что им не нравится, почему он не может сделать, как бы, ну, на все каналы, ну, собственно, у них на Twitch'е, сделать запрет на все, что им не нравится. Чтобы просто, ну, никто не мог запостить то, что не нравится Twitch'у. Это, блядь, ну, как бы, не поддается объяснению. Почему не могу так сделать? Почему стримеры виноваты в том, что там кто-то в чате пишет? Что-то типа за бред. Ну, это, ну, это, конечно, пиздец. Как ни фильм Старикам тут не место. Охуенный, книгу читал? Нет. Фильм охуенный. Будешь ли играть в Doom Eternal на релизе? Не знаю, что это, не думаю, что хочу знать. Никогда не играл, ну, вернее, никогда не фанател от игр серии Doom. Может быть, пытался играть, но я уже не помню. Никогда не привлекал. То есть, мы можем тебя забанить? Ну, вообще, в теории нет, потому что я поставил сапчат, я не веба, я как бы, или я, или модератор сразу бы забанил бы. То есть, если я на стриме покажу, что я типа что-то делаю, да, если ты начнешь спаять какую-то хуйню, даже если ты заспамишь ее сто раз, а я тебя забаню, то я уже что-то делаю, то в теории нет. В теории не можешь. Но, как бы, повторюсь, учитывая мой последний бан, может быть, все что угодно. Когда меня забанили без нарушения единства, ну, без нарушения единого правила, просто забанили. Без нарушений правил. Ну, сказали, что я нарушил, но я ничего не нарушал. Ты не думал стать моделью, ведь ты красивый. Да нихуя. Я не модельной внешности. Я бы не сказал, что я прям красивый. Я, ну, в хороший день, моби, 6,5 из 10. Типа 6,5 из 10. А в среднем, я думаю, я где-то 6 из 10. Какой нахуй, прям красивый, да не? Это сомнительно. Сомнительная информация. Почему ты называешь хейтеров по типу Гриша, HD, VGS? Потому что у меня свобода слова. Я, как бы, я считаю, что свобода слова позволяет людям, как бы, ну, или людишкам спалиться, кто они есть на самом деле. То есть, если они хотят показывать, кто, ну, кто они такие, ну, пусть показывают, как бы, прилюдно. Ну, мне-то что? Меня это никак не трогает, то, что хейтеры там пишут, допустим, какую-то грязь про меня или какую-то хуйню делают. Но по поводу спама конкретно, вот это вот VGS, то, что начинает спамить, рано или поздно могу забанить именно из-за спама. Не из-за хейта, а из-за спама. Что, спам. Я не люблю оценивать публичных делок. Потому что, ну, потом с моим словом будут носиться по всему интернету. То есть, вы же знаете, как это бывает. На все каналы с нарезками, которые про меня делают, там, это вот начнется в заглавии. Типа, я там оценил такую-то девку. У него просто бот, наверное, какой-то. У меня такой возможности, думаю, нет, я что, умею удалять кого-то из жизни? Удалить из жизни. Как я это сделаю? А, это изи фолд. Так, по ходу, пока сидим, снова ждем удачного момента. Повторюсь всем. Сейчас я вырублю стрим и перезапущу, потому что я не могу стримить без задержки. Ну, типа, это супер глупо. Понимаю, так зрителям удобнее, но это, ну, это вообще бред, это дебилизм. Это прям, чуть-чуть. Как бы, повторюсь, шанс, но то, что меня заснайпят в начале турнира где-то, ну, 0.1%, ничтожный. Но все же. Ой, все, ой, все, ой, все, ой, все, ой, все, Тупо игнорит. Тупо игнорит. Тупо игнорит. Этот, спидран бана. Тупо игнорит. Спидраню бан. Не. Как ты серик Мэдмен, безумцы. Я его смотрел довольно-таки долго, я смотрел 4-5 сезонов, но не досмотрел. Он довольно-таки унылый, я его, я уже последние сезоны заставлял себя смотреть, и так и не смог досмотреть. Думаю-таки унылый. Что думаешь о сериале Бандитский Петербург? Первая часть хорошая, вторая часть шедевр. Вторая часть, Бандитский Петербург, адвокат, шедевр. Просто, вообще охуеть. А так, потом говно, потом уже несмотребельно. Ну что еще? Как есть серия Квикинги? Был хороший, потом скатился. Плюс в чат, кто верит в победу, Вильтольдов Турикинг. В победу? Карабос, Каракас, Аркас, не пидорас. Победу. Эх. Уже 36 тысяч, конечно шанс, я не знаю. 0.0001% наверное. Не, может больше. Без одного нуля. Давай лучше просто привет твоему корешу, раз ты не знаешь даже сам кому. Привет твоему корешу, Мишке. Мишка, где моя сберкнижка, бля? Ну что еще? Да буду я смотреть Игру Престолов, да. Райл Флэш словил. Почему не смотришь фильмы Марвел? Отвращение плохо снято. Примерно столько же процент, ну, как на то, что я буду играть в игру, которая называется Random Game Name. Как-то по-даунски ответил, я не знаю, понял ты меня или нет. Жду ли я какие-нибудь фильмы, которые будут выходить в этом году? Ну, 9 фильм Тарантино жду, да, конечно. Надеюсь, он будет лучше, чем его предыдущие фильмы, потому что 3 последних фильма Тарантино, они были намного хуже его ранних фильмов, намного хуже. По идее, фильм с Брэдом Питтом и Ди Каприо не может быть хуевым, он не может быть вообще как бы ниже семерки, правильно? По идее, потому что 2 самых лучших актера ever. 2 типа вообще самых-самых лучших актера. И режиссер, опять же, один из лучших тоже. Что-то я начал отвечать кому-то в чате, но я забыл. А, фильмы Марвел. Да не, я смотрел некоторые фильмы Марвел, по комиксам это говно. Я смотрел. Почему не смотрел? Ну, обычно я не смотрю, но бывает я смотрю. Мстители последние я смотрел. Посмотрел, я уже забыл их. Как бы, они причем, очевидно, оно снято хорошо, как бы, оно не может быть плохо снято. Там столько денег, там такие бюджеты, оно всегда будет хорошо снято. Но это такое говно ебанное, ну, блядь, это же говно говна. То есть там оценка, как бы, когда я выставляю оценку таким фильмам, я всегда их оцениваю, там, 4 из 10, 5 из 10. И вся эта оценка только за технику, то есть, за техническую составляющую, то, что оно реально хорошо снято. Потому что, сам контент в фильме, это же пиздец. Вот эти вот Мстители, то есть последние, технически хорошо снято. Единственное, что там было, не знаю, хоть капельку хорошего, это может быть главзлодей. То есть, 1 балл за главзлодея, 4 балла за технику. То есть, операторская там работа, картинка и так далее. В целом, можно оценить на 5 из 10. Более-менее объективно. Ты даже геймплей Doom 2016 не видел. Нет, я видел, кстати, я видел. Я смотрел и мультиплеер геймплей, и обычный. Ну что еще? Я смотрел геймплей. Здоров. Я вырубаю стрим, не донатьте, не донатьте. Моя песня свекрет. Скорее всего, донатили уже, наверное, с этим. Я не знаю, что это, но, наверное, уже с этим донатили. Я не буду сейчас смотреть. Совместная песня свекрет. Кто там просил какую-то игру по фасту чекнуть? Напомните мне, я не помню уже. Какой-то, человек, по-моему, с ником Neoxys, подписчик, год. Я вырубаю сейчас стрим, я перезапущу не донатьте ничего. Сейчас будет перезапуск стрима, потому что мне надо задержку поставить. Я поставил задержку минуты 3. Neoxys, ты где? Куда ты делся? Ну, куда он делся? Он хотел, чтобы я посмотрел его видос. Куда он делся, блядь? Что ты скажешь о фильмах Брат и Брат 2? Ну, охуенные фильмы, шедевры. Наверное. Где этот Neoxys делся? Он пропал. Он хотел, чтобы я посмотрел его видос, и он пропал. Блядь, Neoxys. Я не знаю, где он делся. Блядь, блядь. А вот, Soma Story Trailer. Сейчас гляну по фасту, вырублю стрим и перезапущу. Не плачьте. Только не плачьте. Так, Soma Story Trailer. 1400 лайков, 27 дизлайков. Ну-ну. Посмотрю, посмотрю, и как всегда просто буду с каменным лицом, мнения просто не будет, потому что не будет, по большому счету, все равно. звук. Hello? What the hell is this place? How did I get here? Yeah! Это моё вероятное вероятное, что мы можем продолжать жить. Это действительно делает вас думать о том, что это означает, чтобы быть human. Я имею в виду, если мы смогли save даже лишь небольшой кусочек нашей жизни, почему бы мы не сделать? Я не знаю, как ты. Меня зовут Симон. Ты знаешь что-то о этом месте? О, ты знаешь. Смотрите, я очевидно болезненно. Я не помню, как я пришла сюда. Что ты помнишь тогда? Я был в пилоте, бороться с светодиодами, и это мой последний памятник. Что это? Как это возможно? Ты человек? Я не знаю, что сказать. Но я посмотрел дальше что-то. Так же самое, как я смотрю многие трейлеры игр, которые мне говорят, посмотри. Мнения даже особо нету. Я просто знаю, что я играть не буду. Я это знал, наверное, с первых 10 секунд, что я играть не буду. А что мне сказать, почему я играть не буду? То есть, те, кто меня просят посмотреть, хотят, наверное, мое мнение услышать, какое-то там развернутое, чтобы я объяснил, если я не буду играть, то почему? А я не могу объяснить. Я просто вот, ну, я не чувствую желания, я не хочу, меня не привлекает. Я уже много раз объяснял. Вот, знаете, смотришь что-нибудь и думаешь, блин, вот бы самому поиграть. А тут у меня таких мыслей не возникает. Ну, посмотрел, посмотрел, и даже не знаю, что сказать. Ну, просто реально не знаю, что делать. Нету мнения. Нету мнения, отсутствует. Просто не хочется играть. Так, все, я перезапускаю стрим. Сейчас вернусь, через 3 минуты. Задержка 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 3 минуты. Продолжение следует...